Она действительно трогательна, и видно, что написал ее современный мастер, потому что в ней много какого-то живого чувства и такой, я бы сказала, девической грации. Неслучайно лицом выставки современной иконы «Нежная кисть» стала именно эта работа, резонирующая самим названием. Ее автор, москвичка Ольга Волкова, самая юная из участников экспозиции. Придерживаться канона и вместе с тем наполнять образ своим мироощущением с поправкой на современность – в этом и заключается суть авторской работы над иконой. «Нежная кисть» – это пять десятков икон, и все они написаны женщинами, профессиональными живописцами. Считается, что иконопись – мужская прерогатива. Действительно, до XIX века так и было, но уже в XX позиции уравниваются. Когда церковь была гонима, и мужчин привлекали, расстреливали, сажали, высылали гораздо чаще, чем женщин, здесь женщины спасали это положение. Мы знаем, например, монахиня Юлиани, которая в Троице-Сергиевой лавре была реставратором, потом организовала там иконописный кружок, из которого сегодня выросла школа при Троице-Сергиевой лавре, лучшее учебное заведение на сегодняшний день. Практически она одна из немногих, кто сохранил традицию в советское время. Иконы на выставке не старше трех лет. Но, как и в Средневековье, каждая пишется довольно долго и скрупулезно. Здесь представлены разные направления и школы. Например, сербскую ни с какой другой не перепутаешь. Балканское «Окно в рай», как называли икону в древности, – это яркие цвета, сусальное золото и ощущение беспредельной радости. Ольга Шаламова из Санкт-Петербурга написала трех британских святых – Албания, Августина и Святую Хильгу. Мы всегда стараемся показать на своих выставках иконы, которые не просто предмет культа, а что это художественное произведение. У него есть своя эстетика, у него свой язык и так далее, свои декоративные какие-то особенности. И вот здесь вот есть и такая лепнина по левкасу. Есть такие украшения, очень скромные, но в то же время очень значимые. Есть такие символические элементы, там, венец над святым и так далее. Это какие-то детали, каждый из них держит деталь. Ну вот, там, скажем, в центре Святой Албании, да, он мученик, он на красном фоне, он держит пальмовую ветвь. Это в древности так мученики отмечались, да, красный фон – образ крови, пальмовую ветвь – образ Царства Небесного. Самое ценное на выставке – сама возможность проанализировать, как изменяется канон под влиянием современности и авторского видения. Иконописцы экспериментируют с новыми формами и материалами. Например, четыре работы Ольги Абуховой из Санкт-Петербурга – копии древнего манускрипта, выполнены на полупрозрачном ониксе. В экспозицию вошли и работы иконописной мастерской Пермского Свято-Троицкого монастыря. Сама же выставка впервые экспонируется за пределами столицы.